Можно носить крестик на теле сверху одежды, чтобы меня не путали с мусульманкой? Что? Повтори-ка еще раз. Можно ли носить крестик поверх одежды, чтобы меня не путали с мусульманкой? Ты же не игуменья еще. Ягуменья будешь, тогда можно руководить. Я послал вам насчет фотографии. Вы поняли, как сделать? Поняла, да. Все, чтобы с двух сторон у вас были орденоносные. Нам для книги это нужно, так что не откладывайте далеко. В следу договорились? Договорились. Он сегодня на совещании? На следу. Игуменья это руководительница монастыря. Она носит сверху. Остальные называются нательные, ненадежные. Хорошо. Мир вам. С вером. Игорь Тихонович, вопрос. Давай. У вас стихотворение «Стоит церквушка издали приметная. 86-й год. Тюрьма Барнаул». Да. Вот одна сестра на меня вышла, задает вопрос. Я ее направил к вам, не знаю, задавала она или нет. Сестра из Крестовозвижской общины. Вот она такой вопрос задала, что это стихотворение пророчески на Потеряевку указывала или как? Или вообще про что оно? Про какое это ворочески? Конечно, речь идет о Потеряевке. Она права. И еще такой вопрос. Ковчег при потопе воскресший варяг. А кто такой варяг? Кто такой? Ну, это корабль. Корабль. Он как потонул, так и все. А это церковь. Заново теперь дали свободу. И он как церковь-то корабль, так и называется церковь-корабль, он всплыл. И теперь свободно плывет церковь. Тут вот такой намек. То есть церковь как бы воскресла. Да, как варяг. Варяг, она воинственная. Но она была загнана в угол, молчанница велика. А тут вышла, и теперь вот мы возможность имеем побеседовать по интернету. У меня много стихотворений. Вот ты положил на музыку, поешь. Это невозможно было тогда? Ну да, в советское время. Да, варяг олицетворял мощь России, которая была под корешок срезанная. А теперь церковь-то дали свободу. Вернулись храмы, вечно слыханные. Ну вот это воскресший варяг. Понятно, спаси Христос. Аллилуйя. Так, слушай, дорогой брат, как тебе послать-то проповеди в стихах-то? Четыре тома. Ну, я думаю, что брату Николаю в Москву тут из Франции кто-то, может быть, поедет. Ну, хорошо, хорошо договорились. Николай даст точный адрес, мы ему пошлем. А ты тебе уж обязательно, бесплатно. Потому что четырехтомник стоит восемь восемьсот. И тираж очень маленький, всего пятьсот. Очень ценный подарок, благодарю. Да. Там все взято. И церковь, свобода, тюрьма тоже в конце поставили. Аллилуйя. Аллилуйя. Мне было удобно, кстати. Вот первый том вышел, церковь, свобода, тюрьма. Первая же она книга была. Мне очень удобно было именно листать и что-то наигрывать. Ну, хорошо, ты получил. Я же послал нынче. Да, да. Да, вот я просто вспоминаю начало двухтысячных годов. Во втором же году, да, вышел. Да. И сидел в лагере, наигрывал там. Очень удобно было. Это первая книга. Ну, вот я вам отдал. Тут приезжала от вас сестра. Да. Спаси Христос, Игнатик. Да. Ну, вот когда ты... Благодарю. Я вот, допустим, человеку, которому даже даю, он покупает. Ну, я думаю, что считать мало буду до конца. А о тебе я так не думаю. Ты обязательно найдешь, что там нужно взять. Сейчас подготавливаю. Да, да. По каждой проповеди, стихах можно занятия проводить. Да, да. И столько ссылок на Священное Писание. И Господь многое открывает. Это очень большая... Верезки моего ума в этот колодец и проникнуть порой не могут до конца. Это необычность. В стихотворной форме. И при том, про поведение одна, не две, а четыре тысячи с лишним. Да, уникальный, конечно. Ну, вот так. Ну, и даже... Я прошу помолиться. Сейчас над вашим стихотворением День Победы работаю. Подбираю здесь видео, фото. Так его же поют уже. День Победы. Исполняют уже. Ну, поют. Ну, да. Хочется оформить видеоролика с картинками. Так у вас его нету? Разве вы его не слышали? День Победы как сделал? Я-то Габриил сделал. Нет, я видел. Видел, ну... Хотелось бы еще сделать. Ну, тогда второй вариант будет. Может и так. День Победы. Здесь я уже сам напел под гитару. Хотелось бы подобрать. А там поют наши... В общине поют. Там человек 15 пели. Да-да, я в курсе. Видел. Это меня Нина Жолнирова попросила. Я, говорит, что-то там делаю, но напеваю День Победы. А слова-то все неверующие. Ну, ну, у меня как-то так получилось. Прям сразу тот же мотив. Столько же куплетов. Но только на духовное. Да, аллилуйя. Да. Ну, никого нет, я ухожу. Спаси, Христос. Аллилуйя.